дорогие зрители привет всем привет меня зовут артем я являюсь техническим экспертом о саше на докладе саша сегодня расскажет про крутой фрамборк citrus это некая замена аналогов rest assured плюс вайр вайр мог и еще хотел бы добавить что не забывайте задавать нам вопросы мы их очень ждем у нас есть telegram чат пишите в чат все свои вопросы на них дадим ответы либо по ходу нашего доклада либо в конце на этом наверное все саш тебе слово да всем еще раз привет меня зовут александр я работаю в мтс и в основном пишу автотесты на цитрусе и сегодня вам расскажу про цитрус фреймворк по плану разберем когда можно применять цитрус пройдемся по шаблону цитрус и напишем тесты исходный код доступен по ссылке в конце также ссылку продублируем цитрус это open-source у цитруса есть понятная для написания тестов и есть готовые модули для настройки использования вообще цитрус ориентирован на быструю разработку тестов с минимальным программированием и цитрус применяется для интеграционного тестирования говоря о цитрусе фреймворк написан на javi и под капотом еще spring ну представим что у нас есть система в которую приходят запросы от клиента далее происходит какая-то внутри бизнес логика и дополнительно система еще взаимодействует со сторонними сервисами при помощи разных протоколов стоит вопрос вот как все это протестировать на самом деле цитрус идеально подходит для тестирования систем с таким типом взаимодействия цитрус выступает в роли клиента посылая запрос в тестируемую систему дальше происходит какая-то бизнес-логика и тестируемая система также взаимодействует сервисами и цитрус тут также выступает в роли сервера он принимает запрос можно его как-то валидировать и ответить моком сам проект можно подключить при помощи грэдла мавна у мавана есть готовый архетип мы с вами сегодня разберем проект цитрус quickstart перейдем к коду я уже заранее подготовил проект цитрус quickstart представляет из себя следующее есть папка тест в которой мы будем создавать наши тесты и мы всегда работаем именно в этой папке проекте уже создались два типа тестов рассмотрим первый способ написания тестов при помощи java dsl как мы видим над классом у нас есть аннотация тест это обычная аннотация тест ng тестовый класс также наследуется от кастомного класса тест ng цитрус spring support тест ng говорящие название о том что используется тест ng и spring support говорит о поддержке спринга в наших тестах благодаря поддержке спринга можно использовать аннотации автоварит для внедрения бин компонентов также помимо тест ng можно использовать же юнит для этого нужно определить соответствующий класс джи унин 4 цитрус spring support можно использовать же юнит 5 но нужно определить специальные аннотации сегодня мы будем использовать с вами тест ng далее над самим тестом у нас есть аннотация цитрус тест это аннотация самого цитруса она обязательно она обозначает тесты влияли влияет как на кастомные отчеты цитруса так и помечает самыми сами тестовые классы цитрус поддерживает разные внутренние методы такие как variable echo run но сейчас мы не будем на них останавливаться рассмотрим чуть подробнее позже следующий способ на списание тестов это через xml и на самом деле недавно вышла новая версия цитруса 330 и данный метод уже deprecated не будем его рассматривать также присутствуют ресурсы в папках ресурсах есть property файлы property файлы позволяет нам заранее определять какие-то переменные использовать их в тестах данные property файлы можно объявить в цитрус контексте и вообще говоря цитрус контекст это специальный файл в котором описывают все наши сущности используемые тестами например это может быть как клиент эмулятор сервера ресурсы базы данных те же object mapper и тому подобное все это формате сприк конфигурации и да это бины поскольку это бины их можно описывать аннотация бин в соответствующих конфиг классах но сегодня мы будем использовать способ описания через xml концепция в принципе одинаковая кому будет интересно можно посмотреть будет в репозиторию перейдем в пом в пом проекте есть зависимость цитрус корр это основная зависимость если мы в нее провалимся мы увидим что внутри уже есть куча зависимости там валидейшины какой-то спринг корр собственно и он нам и нужен для работы но можно определить цитрус бейс и при определении цитруса бейса у нас будет зависимость тех только цитрус api и обращайте внимание потому что если вы будете использовать цитрус бейс вам нужны все зависимости подключить уже в самом проекте я же воспользуюсь цитрус кором чтобы не включать дополнительные зависимости в принципе уже содержит все необходимое если мы запустим наш тест то мы увидим следующий тест выполнился но никакого логирования нет хотелось бы все таки как-то увидеть логи и первым этапом мы подключим логирование перейдем в пом файл и в пом укажем уже зависимости вам их нужно будет прописать я их заранее закомментировал сейчас раз комментирую это лог 4g соответственно для него нужно в ресурсах задать конфигурацию давайте создадим ресурс и скопирую уже заранее готовый шаблон в принципе в интернете его можно взять это базовое описание тут важно указать уровень логирования дебаг давайте запустим и посмотрим что произойдет пока запускается проект по идее у нас сейчас должен выпустить лог уровня дебага и пока да мы видим дебаг пошел и что-то в логе есть можем пролистать вниз же и увидим что цитрус запустился да вот логотип цитруса супер давайте рассмотрим экшены в цитрусе есть встроенные экшены которые нам помогают для работы они как генерируют данные создают переменные один из таких это инициализация тестовых переменах для этого достаточно указать имя переменной и положить какое-то значение вот в данном случае используется цитрусовая функция которая подставит текущую дату это очень удобно это нам помогает генерировать данные на самом деле таких цитрусовых функций очень много и они описаны в документации следующее это эхо эхо это тестовый экшен который выведет строку на экран все тестовые экшены вызываются раннером как мы видим обертка ранн если мы уберем раннер то идея по идее нам подсвичатся что данный экшен будет просто проигнорирован да результат будет проигнорирован поэтому запомните любые тестовые экшены в цитрусе нужно оборачивать методом ран то есть раннером мы познакомились с вами с базовым проектом настало время написать наш первый тест вот данная система напишем для неё тест первым шагом мы хотели бы отправить запрос в тестируемую систему от клиента по условию у нас есть требование отправляется http запрос с указанным телом и методом post также присутствует опциональный заголовок длиной в 10 символов давайте напишем тест переходим в проект да давайте используем данный метод и первым делом мы хотим создать цитрус клиента для отправки запроса в тестируемую систему поэтому нам нужно перейти в файл цитрус контекст точка xml здесь бины соответственно мы хотим отправить от клиента вводим клиент и нам идея подсказывает введите цитрус http client для клиента нам необходимо указать айди по которому мы в дальнейшем будем обращаться в тестах я напишу просто http client и для него сделаю request url request url это url уходящего запроса то есть тот url на который мы и будем отправлять запрос в моем случае тестируемая система поднята локально на 81 порту поэтому я укажу localhost 8081 клиент готов теперь переходим в java код для написания теста поскольку мы отправляем http запрос так введем http отлично далее через точку укажем клиент поскольку мы отправляем от клиента запрос и укажем ранее созданное id из текста скопируем далее поскольку мы хотим отправить запрос выбираем send у send у send мы по требованию должны отправить пост потому что это пост запрос и у пост запроса нужно указать путь в моем случае я скопирую с презентации это api версии 1 convert готово с пост запроса мы хотели бы сформировать какое-то сообщение давайте через точку так и укажем месседж для месседжа можно указать тело контент-тайп хедеры начнем с контент-тайп в моем случае это application.json и я так его и укажу далее через точку хотелось бы указать хедер да мы помним что у нас есть опциональный хедер давайте его укажем это xid request я его тоже скопирую с презентации и для позитивного сценария у нас значение в 10 символов давайте сначала сделаем какое-то статическое значение для простоты 10 символов не забываем формировать тело сообщения тело сообщения можно сформировать разными способами я укажу просто строкой также скопирую из презентации на самом деле сюда можно передавать объекты при помощи object map как-то генерировать но сейчас мы возьмем просто строчку отлично все готово мы написали первый шаг отправки запроса но он не отработает не отработает он по простой причине потому что в 40 строчке мы видим что это http action builder да и это какой-то экшен как мы помним все экшены нам нужно запускать при помощи run отберем его методом run оборачиваем и оборачиваем здесь завершаем супер теперь это сработает и давайте попробуем запустить действительно убедимся что это работает да пока у меня запускается тест естественно мы хотим увидеть в консоли что сформировалось какое-то тело по нужному нам урлу так видим тест зеленый супер и посмотрим да действительно видим что какой-то клиент http клиент отправляет сообщение причем это сообщение отправляется по нужному нам урлу и с нужным нам телом да супер это то что нам нужно да этот запрос не идеален потому что мы с вами не указали форк что такое форк вообще форк это специальный параметр который нам позволяет подвешивать обработку запроса в отдельном потоке и позволяет продолжать выполнять тестовые шаги указываем true и практика такова используйте форк false когда ответ от сервера приходит сразу но чаще всего это происходит при негативных сценариев мы с вами пишем позитивный сценарий причем сценарий взаимодействует с каким-то сервисом поэтому нам нужно будет дождаться ответ на данный запрос ставим форк true хотелось бы еще упомянуть обращайте внимание на методы методы при отправке запроса как мы видим у нас есть месседж и мы формируем сообщение для месседжа можно указать метод давайте попробуем указать метод и для метода укажем http метод get казалось бы в сорок третьей строчке мы отправляем пост запрос дальше формируем сообщение и для этого сообщения указываем метод get непонятно что в итоге будет запрос get запрос пост и вообще отработает ли данный тест ну пока я буду запускать тест вы можете написать в комментариях в чатах что вы думаете будет ли отработан запрос и какой он будет get post а мой коллега артем мне подскажет с ответами запускаем тест артем есть какие-то комментарии что думают пока комментариев нет я наверное предложил бы что а ты уже скомпилировал да ну мы же пока не видим да хорошо ну вот что будет будет get post что произойдет мне кажется комментариев у меня в чате нету но мое мнение что это будет override скорее всего выполнится метод он выполнится все скомпилируется и будет вызван метод на 45 срочке get да на самом деле все так и есть у нас тест не упал у нас тест не упал и на самом деле у нас вызвался http get вот помните что некоторые методы да они могут перекрывать другие методы вот в моем случае метод месседжа да перекрыл метод выше я хочу тут добавить что большинство ну из опыта большинство фреймворков да либо API которые я использовал всегда как бы идет перекрытие в последней строчке кода предыдущей можно было тут догадаться да да ну кто имел опыт да хорошо давайте продолжим мы с вами написали код для отправки запросов в тестируемую систему первый шаг завершен следующим шагом мы бы хотели как-то принять запрос от тестированной системы в сервис провалидировать данный запрос а потом уже на него отправить какой-то ответ ну по нашему условию вторым шагом в тестируемую систему отправят на сервис пост запрос с таким вот телом да ну и причем по некоторому урлу нам известен этот урл хорошо давайте тоже напишем этот шаг открываем код да открыли код и как помним нам нужно сперва сделать раннер указываем run далее указываем http для http мы уже хотим использовать сервер поскольку мы принимаем запрос от тестированной системы в роли сервера и здесь нужно будет указать id я пока это в этот момент пропущу далее через точку указываем receive поскольку входящий запрос будет провалидирован и для receive укажем пост поскольку в нашем tz это пост запрос готово в принципе второй шаг готов но мы не указали нет сервера давайте это сделаем перейдем в цитрус контекст в цитрус контексте также можно создать бин для этого вводим цитрус сервер для сервера нам также нужно указать id в моем случае это будет rest-сервер какой-то кстати забыл сказать что id должен быть всегда уникальным далее прописываем порт порт можете указать любой свободный в моем случае это будет 80 88 на данном порте будет как раз таки подниматься наша заглушка и все запросы которые ну входящие запросы на данный порт они будут обработаны для того чтобы наша заглушка стартанула сразу используем автостарт с флагом true данный флаг нам позволит сразу поднять заглушку при старте тестов и можно указать какой таймаут в моем случае это будет 12000 на самом деле таймауты указываются одинаковые из вашей системы тестируемой но тут можно тоже играться тут хочу Саш тебя добавить что таймаут наверное в миллисекундах ты указал да 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 все верно да спасибо следующим этапом мы указали заглушку на 88 порту не забываем этот же порт указать в самом тестируемом приложении как мы видим у меня тестируемое приложение поднято локально и здесь в аппликейшн ямам да в каких-то конфигурациях есть url вот для url указано localhost поскольку тесты поднимаются на моей локальной машине и указан порт 8088 это как раз таки порт нашей заглушки в цитрусе ну а дальше все по стандарту используется действительно url который должен ну по тезе использовать система я использую localhost на самом деле вы можете поднимать это ну ваша тестируемая система может быть поднята в облаке да где-то тесты на вашей машине в данном случае тогда вам указывать надо не localhost а ip вашей машины хорошо с этим разобрались перейдем к тестам мы с вами написали уже теперь перейдем в сам код и в самом коде укажем id мы его еще не указали готово в принципе теперь это сработает но хотелось бы как-то все-таки начать валидировать да входящее сообщение чтобы вообще понять что туда приходит от тестированной системы и понять вообще ли это наше приложение способ валидации множество на самом деле через точку validation вот мы видим сколько тут способов можно валидировать как и под же классами можно обратиться к сообщению забрать его payload и уже как-то с этим payload работать мы же давайте провалидируем по-простому при помощи json pass я укажу json pass далее через точку выражения и оно принимает в себе выражение json pass и value оно насколько я помню это у меня dollar аккаунт number ptz мы должны проверить что аккаунт и в аккаунт должно быть значение следующее не всегда нам удобно вставлять хардкодом такие значения плюс не всегда приходит точное значение может в ответе прийти что-то типа с текстом и ваш номер что делать в этом случае в этом случае цитрус предоставляет опять свои функции мы можем написать следующее собачка contains contains давайте сделаем даже так contains строим и собачка соответственно теперь цитрус проверит что по данному пути действительно содержится наше значение contains это содержание на самом деле в цитрусе опять же широкая возможность можно указать разные там паттерны начиная проверить что символ начинается с нужного числа или вообще строка начинается с нужного слова вот это тоже можно изучить документации мне же привычнее валидировать полностью тело поэтому воспользуемся следующей валидацией которая часто используется на проектах это указываем validate внутри ланды и соответственно message это как раз таки есть наше сообщение у нашего сообщения есть хедеры у нашего сообщения есть payload нам нужен payload message get payload to string следующим этапом мы можем наверное to string превратить при помощи objectMapper в json node давайте так и сделаем у меня уже есть небольшая заготовка я ее копирую чтобы не тратить время что мы тут делаем объявляем objectMapper читаем и превращаем строку в json ноду и уже далее с json нодой работаем так как нам нужно да и не забываем конечно обернуть auto-catch вверх супер мы с вами только что смогли получить запрос от тестируемой системы засертить провалидировать тело но теперь нам нужен какой-то флаг поскольку мы поняли что запрос наш что мы его действительно провалидировали с каким-то там номером хотелось бы все-таки указать что он наш receive receive и флаг true супер еще сделаем так да окей готово мы установили перемену это не установили флаг true поняли что запрос наш и я забыл упомянуть что при таком способе валидации на самом деле в четвертой строчке пост не отработает проверка на пост не сработает что делать в этом случае способов валидации тут два первый мы можем обратиться к селектору через точку селектор и внутри селектора прописать следующее сообщение которое будет содержать в себе некоторые системные слова цитруса системные поля это цитрус http метод который указывает что данный метод должен быть пост и какой-то end point URI который действительно наш что при этом произойдет а произойдет следующее любой входящий запрос который соответствует данному условию он будет провалидирован все другие давайте так назовем не наши запросы они просто будут откинуты придет get он будет откинут не тот запрос по пути он будет откинут это первый способ второй способ как я уже говорил мы валидируем месседж и месседж в себе содержит хедеры мы можем сделать также message .get header и в get хедере указать наше цитрусовое системное цитрусовое слово да и тем самым уже как-то это заассертить ну как это можно заассертить так же assert equals get headers можно получить get и ожидаемый результат пост супер мы с вами получили запрос от тестируемой системы провализировали его указали флаг и следующим этапом на этот запрос нам нужно отправить ответ в моем случае третий шаг он достаточно банальный и простой просто сервис отвечает с телом ок давайте это тоже напишем мы помним что нам нужно использовать run и нам нужно указать также http поскольку мы работаем с http дальше указываем опять же сервер поскольку сервер нам отсылает ответ на запрос для сервера мы укажем тот же id и вот тут нам уже нужно указать send поскольку мы делаем отправку в тестируемую систему send response для response мы также можем указать какой-нибудь http статус http статус ок насколько я помню по правилам и сформируем сообщение через точку указываем месседж для месседжа можем указать давайте укажем content type почему нет мы хотим application json причем статировкой будет и тело и тело укажем ок да это не json но так получилось что мы это можем указать почему нет и не забываем указывать флаг по нашему условию что если действительно наш запрос мы должны на него ответить в противном случае мы его просто проигнорируем отлично флаг выставлен теперь мы отвечаем на запрос завершающим этапом мы бы хотели провалидировать ответ клиенту давайте это сделаем то есть клиент в начале мы отправляли от имени клиента запрос и вот на четвертом этапе мы наконец получили ответ клиенту переходим в код мы уже помним что нам нужно использовать runner используем run внутри run указываем http http указываем клиент поскольку завершающим этапом клиент получает ответ на свой запрос для клиента не забываем указывать id на самом деле это можно вынести также в переменную которую можно использовать для клиента указываем receive и в качестве receive укажем response причем для response можем опять указать http статус http статус и как это провалидировать ну мы уже поняли что валидировать привычные целиком сообщения ну по крайней мере для меня воспользуемся этим способом в целях экономии времени я провалидирую достаточно просто делаю assert true assert true возьму сообщение стрингой и проверю что она через контейн содержит нужное нам значение правильно контейнс и контейнс мы помним что ожидаем результат замечательно мы с вами только что написали полноценный сценарий позитивный давайте попробуем его выполнить запустим посмотрим что произойдет если все правильно написали то тест должен быть зеленым ждем пока происходит запуск видим уже что-то пошло идет 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 отрабатывает заглушка пока не видит сообщение тест упал давайте посмотрим почему тест упал произошел тайм-аут произошел потому что не увидел я знаю скорее всего это почему на самом деле мы с вами забыли убрать метод поскольку метод нет это не должно было сработать давайте перезапустим да такое бывает вот так вот напишешь забудешься и метод выполняется не тот но благо у нас есть валидация и тест нам показал что что-то пошло не так как раз таки мы с вами увидели что наша заглушка она не получила никакого сообщения да тест теперь зеленый мы видим что тест прошел давайте чуть пролистаем и наверное будет проще начать с отправляемого сообщения так видим что происходит отправка сообщения с указанным телом дальше по сценарию у нас в заглушку приходит какой-то ответ давайте посмотрим да вот мы видим что уже по нашему урлу идет пост запрос и с каким телом да действительно есть какой-то body есть тело дальше на это тело мы как-то должны ответить насколько я помню это сообщение ок да вот мы видим действительно сообщение ок причем контент тот который мы с вами указали он utf 8 и завершающим этапом мы хотели провалидировать у клиента да вот действительно мы можем увидеть что какой-то двести второй ответ пришел клиенту как мы это понимаем что клиент да вот все просто есть client http client http message по нужному endpoint пришел наш ответ замечательно мы с вами только что написали сценарий убедились что он рабочий но все данные у нас сейчас статические хотелось бы как-то все-таки сгенерировать да уникальный request id сгенерировать уникальный аккаунт number и потом все-таки как-то вот с этим поработать проверить ну давайте у нас есть сорок первой строчке variable метод который нам позволяет генерировать ну который создает нам переменные генерируются какие-то значения возьмем и сделаем то же самое для request id скажем переменную x request id в качестве значения я хочу использовать цитрусовую функцию которая поможет мне сгенерировать случайное число для этого используется random number и внутри укажем длину 10 символов хорошо давайте сделаем то же самое для аккаунт number так значение 8 символов вообще говоря если так отведенно задуматься вы можете также создавать свои функции мы сейчас используем встроенные цитрусовые функции но если вам нужно вы можете создать отдельный класс и там сделать имплементацию и у вас будет своя функция которую вы сможете дальше в тестах использовать это очень удобно так мы немного отвлеклись я сделал account number давайте теперь используем переменные начнем все-таки с x request id 51 строчки как мы помним у нас какое-то число давайте теперь используем переменные используется это очень просто указываем доллар фигурные скобки фигурных скобках указывается ими переменной и не забываем закрывать фигурную скобку все благодаря встроенным каким-то функциям цитруса мы с вами очень просто создали переменную эта переменная где-то сохранилась и мы теперь ее можем использовать вот мы ее так заиспользовали теперь то же самое сделаем для account number работает завершено мы это сделали но вопрос наверное все-таки вот как это использовать для метода валидации понятное дело что здесь используется java код и просто так переменные сюда ну мы не сможем ввести это не сработает как быть ну забегая как бы вперед существует уже такая переменная тест контекст если говорить по-простому тестовый контекст это контекст который хранит в себе все данные вот как с ним работать очень просто мы берем тестовый контекст и для тестового контекста через точку делаем следующее get variable и указываем имя нашей переменной в моем случае это account number все верно да 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 готово теперь из тестового контекста возьмется переменная с данным именем и подставится в нее значение хорошо и то же самое сделаем для ответа клиента как мы помним у нас здесь был contains укажем тест контекст мы с вами научились работать с тестовым контекстом теперь давайте запустим тест и действительно убедимся в том что первое это уникальное значение генерируется второе они вообще проверяются тест запускается чуть-чуть подождем буквально пару секунд тест пошел и он должен быть по идее зеленый да тест зеленый супер теперь хочу проверить переменные давайте перейдем к проверке да видим что установилась переменная xrequest.id со значением каким-то уже новым действительно уникальным следующее значение для account number оно тоже установилось и каким-то уникальным давайте посмотрим что оно используется да xrequest видим это тоже значение перемены которое сгенерировалось а для account number также подставилось значение из переменной ну супер это работает но мы с вами не убедились что тестовый контекст все-таки действительно работает да ну это можно увидеть в логах валидации на самом деле но если пойти пойти вниз должна быть валидация но сейчас я не найду да поэтому перейдем к следующему чтобы сэкономить время я показал как можно использовать тестовый контекст для валидации но чаще всего мы хотим работать с тестовым контекстом между шагами например как сделать так чтобы например в стринг положить какую-то переменную account number да и вот а вот как в него положить понятное дело что это java код а выше это все-таки где-то цитрусовый тестовый контекст непонятно что делать ну первое что приходит в голову наверное как-то создать объект теста контекста да тест контекст этого объекта сделать контекст и можно обратиться к переменной как мы видим ну к объекту цитруса да объекту цитруса у него указать через точку где цитрус контекст и вот тут вот как-то что-то хочется с чем-то поработать ну давайте наверное попробуем создать контекст может он все-таки как-то привяжется к тесту возьмем контекст для контекста укажем возьмем переменную account number и поставим точку дебага выбираем тест и чуть-чуть подождем сейчас запустится тест точка остановки установлена по ее достижению мы должны увидеть да тест упал тест упал почему давайте посмотрим почему тест упал а ну да все правильно тест упал потому что в данном контексте нету переменной на самом деле при помощи создания такого контекста он у нас никак не связывается с тестом если мы сейчас перезапустим мы увидим что тест пройдет и посмотрим что будет в дебаге то есть мы с вами только что обратились к контексту создали какой-то тестовый контекст и на самом деле он никак не связывается с тестом точка дебага точка дебага есть да супер мы дошли смотрим контекст который мы создали в нем есть переменные но мы видим что переменная всего одна казалось бы мы в сорок первой строчке и сорок второй как-то объявили переменную дальше ниже валидация использовали тестовый контекст но сейчас его в нем нет тест как-то не связался с ним все-таки хотелось бы как-то связать тестовый контекст с данным тестом ну здесь все элементарно на самом деле нам нужно использовать при помощи optional citrus ресурс тестовый контекст тест контекст давайте определим как контекст 2 и вот уже при таком подходе объявления контекста он будет связан с нашим тестом и мы увидим что переменные они появятся в тестовом контексте запускаем тест запускаем тест и посмотрим на результат видим контекст 2 и как раз таки в переменах уже и наш xid реквест и аккаунт number супер это тот контекст и с ним можно работать но где же все-таки вот до этого хранился контекст на самом деле мы бы провалились в this delegate и внутри есть контекст и вот в этом контексте есть пять каких-то переменных как мы видим это тот же самый id объекта который мы объявили параметром да супер мы с вами познакомились с тестовым контекстом поняли как с ним можно работать поняли что из тестового контекста можно забирать переменные хотелось бы еще рассказать про тест behavior тест behavior помогают нам сокращать степы соответственно сейчас мы видим что во-первых код теста очень громоздкий а во-вторых наверное все-таки как-то хотелось бы переиспользовать его в дальнейших тестах ну давайте создадим класс да тестовый класс назовем его как мы его назовем да так и назовем htt и client rq давайте да и теперь нам нужно соответственно сделать имплементацию и для имплементации указать test behavior он был супер и нам идея сразу говорит что нужно заимплементить методы у нас есть метод apply и с этим методом apply нам нужно работать я опять же скопирую ранее созданный код из нашего теста просто перенесу его сюда и видим что тестовый раннер как-то подсветился тут все просто надо использовать test action runner.run давайте так и сделаем да это опять внутренний раннер который нам помогает для запуска теста эту строчку кода можно закомментировать и теперь вызовем тестовый тест behavior да это делается при помощи run apply test behavior и наш созданный класс да да не забываем указывать new готово пробуем запустить тест и он должен быть зеленым соответственно что мы с вами сделали мы только что сократили код выместив в отдельный класс и заиспользовали apply behavior дальше мы можем также в наших тестах использовать этот же класс для отправки от имени этого клиента запросы и это помогает нам во-первых сократить код во второе переиспользовать его во вторых переиспользовать его все на этом все мы с вами научились писать автотесты на цитрусе это такая базовая основа следующим этапом я хотел бы вам рассказать про генерацию отчетов в цитрусе есть встроенная возможность генерировать отчеты они генерируются достаточно по простому но их можно как-то кастомизировать также можно подключить allure в принципе мы его используем сейчас он легко подключаем по функциональности цитруса на самом деле из коробки у цитруса очень много возможностей можно использовать cucumber можно использовать humcress можно работать с кавкой можно работать с smtp с mail можно работать с ftp с ap selenium возможностей много но вот ситуация такова что цитрус не работает с новый скейлем нет какой-то реализации редких протоколов по типу smtp например это short message peer-to-peer вот по qr-коду представлены все примеры из официального репозитория цитруса по ciocd цитрус возможно строить но как такового готового решения нет примерно как это могло бы быть можно завернуть внутри докера само приложение отдельным контейнером и сам цитрус тесты тоже завернуть в отдельный контейнер важно помнить что они должны работать в одной подсети да при этом помните что цитрус должен отправлять запросы в тестируемую систему и для этого мы указываем адрес машины ну какой-то айпишки а в тестируемая система должна посылать на порт заглушки и вот здесь вот надо с этим будет поработать также можно использовать базу данных базу данных вы можете как засунуть и в сам контейнер ее использовать так можно и сделать где-то тестовое окружение в принципе поднять и с ним взаимодействовать ну это дело вкуса и на самом деле уже коллеги некоторые делали проект по ciocd на слайде qr-код по которому вы можете перейти в репозиторий и посмотреть примерную реализацию CI для цитруса да и там же есть ролик но я бы вывел отдельным слайдом для удобства как итог плюсы и минусы давайте разберем плюсы цитруса на нем действительно легко писать тесты как мы убедились тесты пишутся быстро и достаточно просто относительно низкий порог вождения да это java но все-таки здесь есть работаем в рамках фреймворка и степы ну практически везде похожи он многофункциональный да несмотря на то что нет работы допустим с новым скейлем зато есть работы там с кавкой с базой данной привычной нам и достаточно много других функций у цитруса действительно понятный аппи с ним легко работать цитрус фреймворк расширяемый под расширяемостью я имею ввиду что можно написать свои функции но также можно и написать свои экшены мы использовали http action вы можете написать в принципе свой экшен под свои задачи его использовать дальше в проекте также тут поскольку подключается spring можно расширять дополнительными какими-то фишками также цитрус поддерживается сообществом да возможно это сообщество не такое большое но все же поддержка идет по-моему если мне память не изменяет он с 2006 создан и до сих пор официальные разработчики его поддерживают с 2006 года из минусов все-таки к минусам возможно для кого-то это будет java да еще и поверх java spring следующий минус это большая версионность под большой версионность я имею ввиду что версии каждый раз новая обновляется фиксятся какие-то мелкие дефекты добавляются какие-то фичи и вот нужно знать особенности каждой версии понятное дело что особенностей не так много но все равно иногда приходится залезать в документацию а порой даже внутрь кода есть баги да проект не идеален существуют баги но те баги которые есть они минорные и в принципе даже если вы с ними встретитесь есть какие-то воркраунды решения если вы встретите блокер то в принципе можете описать в комьюнити и официальный разработчик ну думаю по мере возможности как это будет фиксить но надеюсь вы с таким не столкнетесь не всегда есть решение из коробки да как мы понимаем вот была проблема с новой скейлем вот лично у нас да на проекте нельзя было из коробки с ним работать ну и также можно отнести к минусам что это сам фреймворк то есть фреймворк он все-таки нас ограничивает как-то это конечно можно записать и в плюс поскольку переходя из проект в проект достаточно 5-10 минут и уже понятно о чем тесты что происходит ну для кого-то может быть это минус ссылка на проект продублирована в данном репозитории указана тестируемая система и сами тесты да ну сам тест который мы с вами написали также есть мой контакт это telegram можете мне писать по любым вопросам если вы будете заинтересованы в настройке цитруса по работе цитруса хотите пописать код или даже помочь сообществу пишите у меня все есть ли какие вопросы Артем да Саш спасибо за крутой доклад вопросы есть первый вопрос есть ли возможность запускать тесты параллельно да конечно такая возможность присутствует но мы ее сейчас не рассматривали сам цитрус предоставляет экшены параллельные но тут смотрите в чем особенность чтобы запустить тесты параллель вам нужно чтобы тестируемая система могла синхронно эти запросы обрабатывать вот и соответственно следите по сценарию как это происходит да такая возможность есть окей дальше последняя версия цитруса на какой java поддерживает смотрите последняя минимальная одиннадцатая сейчас в бэклоге по-моему будет четвертая версия и в четвертой версии уже будет семнадцатая java окей там вопрос есть от александра чем цитрус отличается от restashort плюс wiremock как мы уже вначале сказали это хороший аналог данным фрейворком отличаются они все-таки тем что при restashort и wiremock вам наверное как-то дополнительно надо накидывать компоненты каких-то взаимодействий тут же цитрус из коробки нам позволяет подключить компоненты вот недавно была к примеру задача протестировать почты почтовые рассылки мне понадобилось пять минут чтобы посмотреть документации как поднять mock и условно две минуты для написания кода и у вас уже готовый проект для тестирования почтового сервиса то также есть и работа с ftp как я уже сказал с app там еще как-то с докером можно но я к сожалению с докером еще не работал с кавкой например да тоже удобно очень подключили посмотрели наверное тут добавлю своего опыта мне тоже нравится аристашурот и вармок потому что больше всего с ними работал и действительно крутые инструменты но почитав документацию цитруса здесь стало понятно что он дает очень большую базу различных интеграций и вам не нужно это все писать там вручную ну конечно можно найти там в гугле все 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 что захочешь но сам фрэмворд цитрус он дает из коробки много интеграции и мне кажется это это круто да тут идея такая что мы поднимаем проекты уже готовы к тестированию нам не нужно задумываться о том что как-то дополнительно что-то подключить вот я как тестировщик я хочу сейчас прийти на проект поднять тесты и тестировать и вот цитрус мне с этим помогает еще так вопрос спрашивают а если будет очень много сервисов которые которые требуются нам тестировать вот как будет выглядеть конфиг не будет не будет ли он слишком большой можно ли этот конфиг разделить там на на отдельные знаешь как есть spring контекст как раньше было там когда настраиваешь через xml если настраивал да там спринг то там можно делать различные контексты если что-то что-то такое в цитрусе потому что ты сказал что он спринг использует да и как можно работать с большим набором сервисов когда тебе нужно протестировать эту всю интеграцию связать первый вопрос как можно связать интеграцию на самом деле все это очень элементарно делается у нас есть такие сервисы которые работают со множествами интеграциями в принципе достаточно много тестов написано они выполняются быстро на наш взгляд да и выполняют свою задачу это никакая не проблема да понятное дело что у вас будет может быть раздутый проект но он и так был у вас был при из других технологий при использовании других технологий скорее всего по поводу второй вопрос напомни если у тебя много микро сервисов и это все нужно прописывать в контекционном файле который ты говорил там контекст можно ли это контекстом разбить как это дело ну как позволяет это спринг сделать понял именно цитрус контекст скорее всего нет мы такое не практиковали а при помощи аннотаций бинов думаю да почему нет окей так еще хочу пока есть минуточку у нас если есть коллеги ребята зрители вопросы пишите пожалуйста в чат либо оставайтесь на дискуссию там разберем различные потрошки цитруса и вопрос про и тут тоже вопрос записывал записывал есть аннотация цитрус тест да это аннотация то есть от теста ножи какая-то кастомная либо откуда вообще она взялась это кастомная цитрусовая аннотация она нам нужна для того чтобы пометить что это цитрусовый тест то есть она обязательно еще ты упоминал что есть тест-ранер от G-Unit там какая версия G-Unit 5 5 или 4 есть и 4 и 5 4 достаточно указать соответственно ищущий класс да extend а для 5 там уже посмотрите в примерах потому что используется при помощи аннотаций там немного заморочено в принципе можем перейти в дискуссию и дать продолжить да я думаю можно перейти в дискуссию все тогда у нас у меня все всем спасибо счастливо всем спасибо 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 спасибо